Густо, но не пусто! Густо, но не пусто, но не пусто. Густо, ну, темно стало, уже всё. И, видимо, заблудился просто. Вот выехал сюда. Спасатели искали его сутки. Так, ну и что тут у тебя? Это что? Это для дедушки. Понятно. Растворитель, ацетон, забор будем красить. Керосин для лампы. А это что? А это надо. Понятно. А здесь? Солярка для генератора. Подключим телевизор. Сегодня же футбол посмотрим. Посмотрим. Поскольку футбол 7? Да. Посмотрим, если доедем до твоего генератора. Осталось всего полтора часа. Так, а вот это... Зачем? Нам пригодится. Пустой бак ещё не приговор. Любая горючая жидкость в двигателе внутреннего сгорания может быть использована как топливо. Теоретически. Предлагаю эксперимент. На какой из этих жидкостей машина лучше поедет, на то и доберёмся задачу. Ты с ума сошёл. Ты мой двигатель убьёшь. Хорошо. На каждом топливе проедем пару километров. По километру. Чтобы не промывать каждый раз всю топливную систему, мы сделаем её дубль. Подавать горючее будем в смесительную камеру напрямую. И начнём с керосина. На керосине двигатель заводится без проблем. На холостом ходу работает ровно. Не дымит, даже если поддать газу. Главный и самый опасный минус этого топлива – отсутствие стойкости к детонации. Денис, октановое число керосина примерно 30. Я знаю. Вот, видишь, я разгоняюсь и слышу такой лёгкий детонационный стук. Ну и что? Ну ничего, не катастрофично, конечно, но очень неприятно. Но использовать керосин вместо бензина не рекомендуется. Детонация – очень опасное явление. Огневой поясок поршня обгорает, и компрессионные кольца лопаются. При длительной эксплуатации двигателя с детонацией происходит износ цилиндропоршневой группы. И двигатель в результате требует замены. На чистом дизельном топливе бензиновый двигатель не заведётся даже теоретически. А если развести его с бензином один к одному? Мёд – это очень странный предмет. Вот он есть, а вот его нет. С бензином всё наоборот. В баке – на дне. Всегда плещется пару литров. Главное их – извлечь. Заводи! Голосной ход вроде бы держит нормально. Попробуй проехать. Честно говоря, страшновато. После заправки соляркой бензинного мотора нужно обязательно проверить уровень масла в картере. Скорее всего, он вырастет за счёт просочившегося в поддон не сгоревшего дизтоплива. Такое масло надо сразу менять. Ну что, вроде едет? Не, на этом не поедем. Почему? Ну поехали на чистый солярик. На твоей машине я рисковать не буду. Давай на ацетоне. Там актановое число больше сотни. Это идеальное топливо. Да, точно. Для растворения твоего двигателя вообще. На ацетоне мотор работает мягко, почти не дымит. Но из-за высокой летучести ацетон активно испаряется, образуя паровые пробки. Расход смотри какой сумасшедший. Надолго нам этой бутылки точно не хватит. Двигатель глохнет и заводится только немного остыв. Ну, раз не успеваем на футбол, Давай по одной. Спирт? А? Наливай! Да не сюда! Октановое число спирта 108. Детонации он не дает. Но не будет и мощности двигателя. Уже серийно выпускаются автомобили, которые заправляют этиловым спиртом. Но двигатели для этого модернизируют. Все-все-все, сейчас поедем. Алло, девушка. Хватит экспериментов. Да это я не вам. Примите заказик. Жаль, посмотреть футбол все равно не успеем. Да, посмотреть не успеем. Давай хоть послушаем. Узбай, Заби, Наринсу, дарем удар! Гол! Гол! Ура! Гол! Россия! Гол! Россия! Россия! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова